Владимир Путин договорился о сотрудничестве во всех областях и сферах с Венесуэлой, с Кубой и Никарагуа. Такое заявление сделал намеднее. Министр иностранных дел, потенциальный президентский преемник Сергей Лавров. Слушайте, кто всем этим недоприемникам спичрайты пишет? Что за идиоты? Ну давайте на пальцах, дабы было понятно. Итак, в рейтинге процветающих стран мира по итогам 2021 года Россия оказалась на 70 месте. Это на 50 позиций ниже, чем Соединенные Штаты, которые вот эти почему-то называют своими конкурентами. Страны, с коими мы собираемся развивать сотрудничество, там вообще все печально. Куба 102 место, Никарагуа 113 место, Венесуэла 147 место. «Объясните мне тупому, в чем тут повод для гордости? Меня, например, с детства учили равняться надо на лучших. Учиться у тех, кто умнее, дружить с теми, кто успешнее, состязаться с теми, кто сильнее, лучше быть говном среди золота, чем золотом среди говна». Это фраза моего тренера. И он оказался прав, потому что прийти к финишу одним из первых можно только следуя за лидерами. Если же ты будешь тусоваться с неудачниками, там с лкашами, с нарколыгами, с лодырями, сам станешь таким же, но, похоже, кремлевские пиарщики об этом ничего не слышали. Начинаем! Ну и к заявленной теме, это не хайповый заголовок. Я действительно считаю, что Владимир Владимирович сам себя загнал в тупик, из которого выбраться уже невозможно. И сейчас попытаюсь он и аргументировать. Но начнем, пожалуй, с фильма «Навальный», премьера которого состоялась за океаном в среду. У нас это был уже четверг-ночь. Разумеется, тут же последовали вопросы, когда картину покажут российскому зрителю. И тут же все это дело уперлось в кремлевских чинуш, а точнее в их непроходимую тупость, которые своими бестолковыми действиями, как обычно, сами и начали раскрутку данного кино в скреп державе. Во-первых, непосредственно на Навального и его сторонников в день премьеры внесли в список экстремистов. Нельзя было подождать. Второе. В тот же день на брата Алексея Анатольевича возбудили какое-то непонятное уголовное дело по следам столетней давности. Объявили человека в федеральный розыск. Еще больше внимания привлекли. Третье. Ненормальные зачем-то тут же бросились прессовать Google, YouTube, онлайн кинотеатры, в частности, Амедиатеку, которая является в РФ партнером HBO, один из создателей картины, на российское представительство Netflix наехали, мол, чтобы ни-ни, чтобы ни одного кадра, ой, и все. Всем уже стало интересно. Будет возможность в России этот фильм посмотреть в этом году и очень скоро, надеюсь. Но лучше не говорить более подробно, потому что, может быть, это помешает именно этим планам. Я на самом деле не понимаю, зачем ребятишки это делают. Чем меньше женщину мы любим, тем больше устает рука. Помните, да, была такая поговорка? Я к чему сейчас? А просто практика показывает любые запреты. Да не любые, все без исключения, всегда приводят только к обратному эффекту. Вы знаете, как я узнал о сериале «Игра в кальмара», например, который в прошлом году наделал много шуму, хотя вообще не интересуюсь корейским кинематографом, после того, как мадам Мизулина из Лиги Безопасного Интернета начала верещать, сериал необходимо запретить, он какой-то неправильный, за ней волну вселенского визга подняли отдельные индивидуумо из числа депутатов Госдумы. Я тогда сказал сам себе, видимо, что-то приличное нужно полюбопытствовать. Здесь, подозреваю, будет то же самое. Не ошибусь, если скажу, что премьеры теперь ждут не только сторонники Алексея Анатольевича, но еще и те, кто вчера были равнодушны к судьбе опального оппозиционера. И кому же Владимир Владимирович должен сказать спасибо да своим халуян дуболомам, для которых такие понятия, как голова или серое вещество, набор пустых звуков, Это реальная журналистика, сегодня только о веселом. Поехали! А вообще задумайтесь, ну правда, ведь именно царские халуи чаще всего превращают своего патрона в посмешище вселенского масштаба. Про Лаврова чуть выше сказал, про фильм о Навальном тоже. Давайте еще более понятный пример разберем. Вспомните эту историю, ох, как он виртуозно поймал карандаш. Шестерка Пашка Зарубин притащил он ее в массы. Соловьев затем зачем-то подхватил ту глупость и растиражировал. Но карандаш поймал ловко. Так что надо отметить, реакция прекрасна. Видно, что президент в отличной спортивной форме и боевые искусства никуда не уходят. Над Путиным и его пропагандистами после весь мир смеялся. Именно тогда впервые уже не шепотом. Заговорили о том, что российский президент, вероятно, сбрендил. А дураком великого кончего, повторюсь, выставили около кремлевские популизаторы. Или... А вот еще кое-что в голову пришло. Историю с мультиком про нарисованную ракету Сармат. Помните? Кстати, данный мультфильм показали не абы где. А во время обращения Головнюка к нации в январе 2019-го он выступал с посланием к народу. На полном серьезе, ведь старик говорил, у нас есть мощная ракетная установка. Превосходит по ТТХ советскую воеводу. Пиндосы ее сатаной окрестили. К разработке Сармата мы приступили в 10-м. В 2015-м начали производство опытного образца. Вложив в это миллиарды, сейчас вот готовы приступить и к испытаниям. Сармат будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности. В том числе гиперзвуковых. И самыми современными системами преодолениями ПРО. Высокие характеристики защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки. Видео покажите, пожалуйста. А теперь я вам покажу фрагмент пресс-конференции, которую собрал замглавы Роскосмоса. Именно они занимаются непосредственно производством ракет. Ровно через месяц после этого путинского заявления и показа устрашающих картинок всей планете готовы. Тогда держитесь за что-нибудь. Несмотря на то, что есть ряд замечаний, связанные с военным космосом, но здесь, конечно, надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения. То есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам практически ограничили или вообще прекратили доступ к ним. Врубайтесь, что произошло. Тогда еще раз для тех, кто не догнал. И так январь 2019-го. Владимир Путин, выступая перед нацией, презентует нам и миру, миру в первую очередь, новейший ракетный комплекс, над созданием которого в России работали 9 лет и в которой вломили сотни миллиардов. Он ведь не по собственной глупости он ее делает. Человек опирается на доклады, на отчеты, что клались все эти годы ему на стол. Согласно тем докладам и отчетам ракета сконструирована. Создан опытный образец с дела за малым провести испытания. Рогозин, к слову, тоже отчитался. Все готово. Февраль 2019-го зам Рогозина сообщает, ракеты все еще нет. Из-за санкций не пришли какие-то комплектующие, делать ее не из чего. Да что ты, черт побери, такое несешь? Друзья, да неужели ж они не знали об этом до того как, что ракеты нет до сих пор, физически нет? Конечно знали. Просто ребятишки подумали, авось прокатит, наврем сейчас что-нибудь, а дальше куда кривая российской мечты вынесет? Вот только кривая никуда не вынесла. Получилось, что Путин опозорился на всю планету. Ну, представляете, как над ним смеялись в том же Госдепе, но и это еще не все. Они ведь не провели испытаний того Сармата и в 20-м, и в 21-м. По той же причине ракету еще не сделали. Если честно, я вообще не уверен, что эта железяка существует, ну, в чертежах может быть. Впрочем, это не точно, хотя чего? В первый раз, что ли? И то, что мы подготовили сейчас, это, собственно, вот есть компьютер, который используется для обучения школьников. Сегодня в него закачан полный комплект учебников по всем дисциплинам до шестого класса. Ну да, вот еще 2011 год. Глава тогда Роснано Чубайс презентует Владимиру Путину школьный планшет. Русский конкурент iPad пестрят все пропагандистские заголовки. Покажем маску, Кузькину мать. Прошло 11 зим, уж и того Чубайса уволили. И Роснано кануло в лету, планшета как не было, так и нет. И у них все время так. Повторюсь, в тысячный раз это они делают из царя посмешище. Не мы, там, те, кто его критикуют, или те, кто в оппозиции. Ребята из царской команды своего начальника дураком выставляют над человеком весь мир, смеются. Или вы думаете, только мы понимаем, что 9 из 10 громких заявлений нашего кормчего это сказки? В Белом доме, в Бундестаге, в Букингемском дворце и так далее совсем не дураки сидят, они все видят. Я даже представляю, как во время громких выступлений российского руководителя в отдельных кабинетах там тотализатор устраивается. Ну-ка, ну-ка, что на этот раз собирается свистеть русский самодержит? Гостиницу на окололудной орбите построил? А миссию на Кассиопею отправил? Сто баксов, что снова будет фейк. Но самое печальное, в первую очередь для Владимира Владимировича, он ничего не может сделать со своими халдеями, он просто не в силах им что-то противопоставить. Их много, он один, и каждый все время что-то дует в уши. Но Путин сам выстроил такую систему. Систему гниющие коровьи и лепехи, которые жрут тысячи червей и мух. Остановить этот процесс невозможно, время упущено. Черви теперь в илепехи заводятся самостоятельно, а всех мух в принципе не переловить посему. Остается только ждать, наблюдать со стороны, да надеяться на чудо. Царь больше не настоящий. Кстати, в следующем выпуске поговорим, почему преемника у Владимира Путина, тем не менее, все равно не будет. Почему он обречен догнивать вместе с лепехой, ну и мы тоже. Все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Подписывайтесь на наш канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению ролика. В соцсетях также жду. Друзья, добавляйте, с темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Хая за сим. Спешу откланяться пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok